Всем здравствуйте, меня зовут Марина и сегодня обзор на продукты питания и не только питания из магазина Светофор если вам интересно, поехали постараюсь показывать все быстренько самое главное цены это взяли вот такие колбаски полукопченые называются на привале домашние рецепты стоят они почти что 200 рублей килограмм без копеек уже попробовали, достали короче говоря, вот такие колбаски не знаю, цены понравились, мне не очень и не понравились ну как бы, кушать можно нормально но не так, чтобы я хотела еще раз купить наверное, не куплю, лично я дальше, вот такая грудинка любительская мясной продукт из ветчины, из свинины копчено-вареный вот, короче стоит цена у нас тут 249, короче 250 рублей килограмм вышла на 220-3 рубля вот, единственное, что вкусное уже попробовали достаточно вот, и единственное, что много жидкости вытекло хотя на вкус приятная не сильно соленая нормальная грудинка единственное, что вот видите, даже пакет какой-то весь какой-то неприятный измочарился хотя изначально вакуумная упаковка была прозрачная сейчас мы уже ну короче, лишняя жидкость либо заморожен был продукт либо накачали водой не знаю, но вода прям явно была лишняя в продукте поэтому не знаю стоит такое покупать или нет но на вкус вкусно и вроде как свежая ну, сын взял вот такие крабовые палочки 3 штучки себе по 23 рубля каждая пачечка здесь 200 грамм ну, не знаю взяла, попробовала одну палочку мне лично для салата вполне нормальный но так уж не очень интересно короче, сухие они по вкусу все хорошо но сухие для салата самый раз так, далее вот такой лавровый лист так, по 6 рублей по 6 рублей он идет 20 грамм взяла 4 пачки ну, нормальный лавровый лист мак взяла несколько пачек таких ну, одну выложила здесь нормальный мак для выпечки я пеку много поэтому мне нужно 50 грамм и стоит он 22 рубля по-моему да, 22 рубля далее вот такие пакеты повторные мои тут, по-моему около 14 рублей 100 штук стоят пищевые обычные фасовочные пакеты они тоненькие не сильно крупные ну, мне для паковки хватает вполне они расходуются замечательно взяла за 14 рублей 50 а, 100 штук замечательно также взяла несколько таких мешков для мусора удобно экономично 30 литров 30 штук а на фикс-прессе по 25 я брала на кухонное ведро там они чуть-чуть больше единственное повыше как бы эти чуть-чуть пониже ну, на 8-литровые вполне хватает дёрка поэтому беру за 10 рублей беру сюда несколько штук адыгейская соль 19,90 ну, короче 20, я округляю всё 20 рублей стоит эту соль не брала именно не могу ничего сказать здесь её по весу 450 грамм эту я никогда не пробовала ничего не скажу так, вот такие мюсли взяли здесь, значит, у нас с сушёными фруктами бананы там и кокос и что-то там ещё и изюм идёт ну, как стандартный фруктовый микс также ягодные это у нас от ОГО я уже их раньше когда-то покупала в других магазинах быстро раз увидела взяла по 50 рублей каждая пачечка и вот по 400 грамм ну, я думаю мюсли будут хорошие там даже вот видно что всё, что нужно присутствует так, ну, опять же повторила приправку вот такую французскую траву приправа стоит 44 рубля ну, вот такая с солью там, ну, стандартная мельница вот так, повторила азбука кухни провансали хорошие достаточно не знаю мне майонез очень понравился единственное мне не нравится вот эта крышка дурацкая которая откручивается потом с трудом закручивается ну, майонез я повторила уже раз третий хороший стоит что-то 47 рублей или 48 и здесь у нас аж 745 грамм на лаваши намазывать на салат и в самый раз также от бояриной ананасы кусочки в легком сиропе это ананасы у нас кусочками идут для салата беру делаю здесь у нас 580 грамм вот написано там беру несколько баночек показываю просто по одной так, вот такие макарошки я думаю хорошие ни разу не брала группа А с твердых сортов пшеницы так, здесь у нас по-моему 800 грамм вот написано состав продукта масса с твердых сортов пшеницы дуру выше сорт вода питьевая не содержит ГМО значит вес у нас вес опять не вижу а, нашла 900 грамм трубка ну, почти 100 килограмм делает у нас камень камень шахтист пустая область я не найти первый раз беру хотя уже видела их продажи и стоят они что-то 37 рублей недорого вот такие кирюшки взяла с беконом всего лишь по 14 рублей всего лишь 14 рублей по 100 грамм пачка достаточно выгодно иногда любим кино у калатизора похрустеть вот такие сухари взяла себе для приготовления пищи панировочной 200 грамм здесь что-то стоят они 12 рублей ну, грубо говоря 13 без копеек по 200 грамм взяла 4 пачки аж их так, кукуруза сахарная стоит что-то 29 рублей или 30 грубо говоря хорошая сахарная кукуруза беру не первый раз в зернах выше сорт что еще надо для салатов 240 грамм также взяла баночку за 30 рублей фасоль нет, 25 рублей по-моему да, 25 рублей фасоль натуральная красная овощи паричья так эту именно фасоль не брала брала как-то другую светофори тоже была нормальная но это будет нормально баночка немаленькая 425 грамм в основном беру на что я делаю господи забыла на винегрет вспомнила ну, опять же тунец куда-нибудь салатик тоже беру ну, муж мне и так бывает консерв открывает есть для разнообразия делать нечего уже перед сном и натуральная точно таки фикс-пайс продавали и стоит она 48 рублей так также меня сын прихватил так как мясные покупки сына вот такой наборчик за 120 рублей лов из жвачки в ассортименте даже светофор изображен это, видимо, бренд светофоровский практически тут аж 50 штучек Турция делает 5 вкусов клубника-банан яблоко-лимон апельсин-ананас вишня-лимон кокос-ананас складываешь им все как положено там все жвачки на месте в общем за 120 рублей мне кажется достаточно выгодно и очень деткам даже здорово такие придавить далее щербет у меня сыну хватил ничего там правда полезного у него нет сразу предупреждаю датские сладости щербет с орехами орехи более-менее полезны с арахисом молочного ничего нет все сплошные заменители 50 рублей он стоит около 50 также он мне прихватил кофе мы такой не пьем но он у нас пьет от гранд кофе экстра насыщенный вкус аромат 175 грамм да 175 грамм и стоит 175 рублей и 180 грубо говоря если осуществлять взял на работу себе ну так же он прихватил вот такую бутылочку амалианти бланка здесь у нас литровая значит аля такая мартини но только за 150 рублей не знаю мы такую ни разу не брали хотя видели частенько но он что-то взял соблазнился взял попробуем что за хрень такая вкусная невкусная и не знаю амалианти короче говоря симпатичная бутылочка а написано напиток винный ароматизированный вермут малианти бианка сладкий уникальный сбалансированный аромат и вкус ярких с яркими нотками полыни траф рекомендуется потреблять с кубиками или цитрусовыми фруктами диалинг в коктейлях прямые пряные нотки уточенный букет создает приятное послевкусие попробуем не знаю сравним как сильно отличается от мартини опять же мой суткаешка сын взросленький купил себе полосатый рейс вот такого енота шоколадно молочная паста опять же ничего полезного особо в ней нет куча сладостей аж 750 грамм зафольгированный продукт не буду раскручивать одной рукой полезности особо никакой кроме какао вот ну и стоит эта фиговинка 100 рублей ну 90 там с копейками 100 короче 750 грамм ну попробуем надеюсь больше покупать не будет ну и опять же взяли конечно желательно мармеладу таких червячков жако раньше тоже от жако там бывают разные всякие зверятки попадаются в других ведерках в этот раз были именно мармеладки с рактовым соком стоят они что-то 70 с чем-то ну грубо говоря 80 рублей и здесь у нас по весу что-то я уже забыла по-моему полкило да 500 грамм классные червяки прикольные кушаем с удовольствием вот от такой сладости я никогда не отказываюсь также он мне прихватил килограмм сахара рафинированного стоит что-то 48 рублей этот килограмм сахара взял на работу сын также он себе прихватил вот такие конфеты шипучки кока-кола я не знаю что у них хорошего я такое не люблю это сосательная короче шипучка с вкусом кока-колы жили были называются я не знаю не пробовала еще шипучки от богатырь фабрики не знаю вот это мне не нравится не знаю так вот здесь картошка опять же сын взял все его знают покупаем любим такие вот конфетки стоят 150 рублей килограмм а эти стоят что-то 90 ну 80 чем-то 90 рублей килограмм это вот это жили были с кока-колой и шипучки так я взяла уже пряники к чаю мне понравилось что они были очень мягенькие и с начинкой из-под дом идут получается эта пачка у нас 500 грамм полкило стоит там что-то 30 с хвостиком ну взяла 200 чай так сын взял арахис сырой очищенный что-то грубо говоря 120 рублей килограмм здесь ну жарим ест любит купил себе также он себе купил кукурузные снеги со вкусом сыра мы их уже брали они вкусные стоит там что-то 34 рубля а и грамм здесь у нас 150 грамм вот такая пачка большая ну вкусненький сырный такой прям насыщенный вкус побаловаться можно так ну это уже конфеты взяла себе я называйте влюбленный жираф ни разу их не ели тут целый килограмм тут кстати по весу тоже по килограмму все конфеты и вот такая конфетка внутри сейчас покажу как выглядит конфета вот такая этикеточка влюбленный жираф жираф такой с сердечками весь это у нас получатся конфеты со злаками в основе нуги с кондитерской глазурью и глазурь идет туда белая кондитерская лауриновая растительные жиры жиры там тыры-пыры короче говоря какого-порошок молоко сухое масло крупа рисовая сахар какао соль вообще всякое такое и вот так конфетка выглядит конфетки кстати понравились очень приятные как бы первый раз такие взяли я как бы не пожалела что грубо говоря килограмм стоит 120 рублей тоже достаточно выгодно чем-то они схожи с картошкой но здесь нуга далее семечки как всегда опять же одно время мы брали потом нам надоели сын теперь берет семена подсолнечка обжарены здесь 6,5 грамм семечки что-то 37 рублей по-моему стоит очень выгодная цена но здесь они и крупные и мелкие и чуть-чуть есть прогулки вот это мне очень нравится но и за такую цену я не знаю надеюсь эта пачка будет нормальная а так раньше брали вообще хорошие так мармелад взяла я себе уже желейная ассортифруктовая выгодно что-то 40 с копейками стоит а нет 30 около 40 рублей 39 рублей стоит целых 500 килограмм ой грамм изготавливает это у нас фирма эст Россия Санкт-Петербург 500 грамм вкусы у нас здесь ассортифруктова со вкусом лимона земляника яблока и винограда я именно этот мармелад не брала не могу сказать но я думаю вкусно как всегда джибосахара на нем много не было я его не очень люблю так далее взяла вот такие два плаща я уже брала такой плащ вообще копейшин 27 рублей стоит он дождевик на липучках что мне нравится то есть он соответствует фотографии размеры большие маленькие очень удобные более-менее нормальные такой не толстый но не сильно тонкий полиэтилен и реально идут липучки удобный нежели я покупала в фикс прайсе там вообще плащи на одноразовый сразу можно выбросить этот дождевик как бы нам намного получше да и не 55 рублей как в фиксе стоит а всего лишь 38 красота взяла 2 сейчас на поездке куда-то путешествие как бы вещь необходима мы уже не один плащ просто и взорвали по опыту так что рекомендую прикольные плащи за эти копейки ну конечно салфеточки пикник 100 штук 10 рублей вот такая пачка стоит я купила таких 5 штук на рыбалку хочется на отдых ну и дома естественно они у нас рекой идут и также докупила опять несколько вот таких рулонов эконом это универсальные полотенца 125 штук и стоит что-то 67 рублей по-моему 68 хорошие нормальные чуть роста меньше чем в фикс прайсе ну в принципе все продолжение следует так как я не все вам показалось вам интересно подписывайтесь оставайтесь со мной и продолжайте смотреть мои видео луна луна что я предусмотрена